Вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек, Александр Шунин вместе с вами. И в этом году Рижский прайд начинается вот с 13 и пройдет он до 19 июня. Много обещают в программе событий, мероприятий. И обо всем об этом мы поговорим с членом правления «Мозаик» и с председателем Рига прайд Каспарсом Залитесом, который с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Заявлено, что участников и зрителей обещают порадовать яркой и обширной художественной и развлекательной программой. В этом мы, безусловно, верим и об этом тоже поговорим. Но наверняка же будет какая-то образовательная и, главное, социальная составляющая у мероприятий прайда. Так ли? Да, в этом году более чем 40 всяких мероприятий, которые не только развлекательная программа. Я бы сказал, что развлекательная программа самая меньшая часть всего Рижского прайда. У нас будет бизнес-конференция, например, для бизнеса о том, что такое право человека, как их соблюдать на рабочем месте. У нас будут такие разговоры про свободу. Потому что в этом году Рижский прайд происходит не только, что он возвращается в Риге через 14 лет, но тоже в этом году это идет в солидарность вместе с киевским прайдом. Так что мы говорим очень много про то, что такое свобода. И да, есть некоторые мероприятия для родителей ЛГБТ-детей, есть для ЛГБТ-сообщества, ментальное здоровье и так далее. Так что более 40 всяких мероприятий, то же самое художественная часть нашей программы тоже очень социальная, политическая. Так что все могут найти что-нибудь интересного для них. Я не первый раз слышал вот эту именно фразу, через 14 лет прайд возвращается в Ригу. Но ведь каждый год проводятся какие-то мероприятия, и в прошлом году мы с вами говорили о том, что да, из-за ковидных ограничений нельзя устроить ни шествие, там ничего, поэтому был какой-то специальный автобус. Почему 14 лет считается, что ничего не было? И тут мы говорим про то, что Рижский прайд. Потому что последний Рижский прайд в Риге с таком названием происходил в 1968 году, и от 2009 года мы начали новый концепт, как называется, Балтийский прайд. И прайд происходил раз в три года в Латвии. Спасибо большое, что вы думаете, что каждый год. Ну, у меня такое впечатление, честно. Да, ну, наше общество, сообщество и друзья хотели, чтобы прайд происходил каждый год, и это тоже, в общем, политически очень важно. В прошлом году в Риге произошел Балтийский прайд, и с этого года мы начинаем Рижский прайд, который произойдет раз в год, и в каждый год, не только раз в три года. Что касается околополитических и чистой воды политических событий, связанных каким-то образом с ЛГБТ-движением, вот это рассмотрение закона о партнерских отношениях, которое сейчас на паузе зависло так в Сейме на рассмотрение, какой ваш прогноз? Будут ли приняты эти изменения, будут ли они отложены на после выборов? Какой информацией обладаете вы? Ну, я хочу сказать то, что законопроект о гражданских союзах надо было принять по решению Конституционного суда до 1 июня. Сегодня 13 июня, уже 12 дней, как наш законодатель не принял никакое законодательство, чтобы защищать всех семей, в том числе однополых семей. Я очень надеюсь, что этот вопрос не будет отложен до следующего Сайма, потому что, опять, это не будет правильным сигналом нашему обществу. Если законодатель просто может выбрать, какие решения суда они хотят выполнить или не хотят, но в то же самое время тогда другие люди могут выбрать, какие решения суда они хотят или не хотят выполнить. Ну, я не только надеюсь, что законопроект о гражданском союзе принят в этом Сайме, но я очень надеюсь, что это еще произойдет в этой сессии. Так что, да, до лига. Но ведь сейчас, из-за чего эта пауза возникла? Из-за подозрений, что, скажем так, на одного из депутатов могли оказать давление. Не будем называть это другими вещами, да, вот так политкорректно, давление. На ваш взгляд, то, что сейчас проверяет КНАП эту информацию, это какая-то уловка, это попытка сыграть на свою аудиторию, то есть добавить себе политических очков, или действительно какая-то подоплека могла быть такая, ну, не сказать скандальная, но не очень красивая? Ну, то, что это одна, это тактика, сперва это тактика национального объединения, чтобы этот законопроект рассмотрелись чем дольше, тем лучше, и они, конечно, играют на своих вайлайтай. В избирательных, да. Да, и, ну, уже господин Страмма, который директор офиса, работающий против коррупции, он уже говорил, что они не начнут никакие, они уже рассмотрели этот вопрос, и в скором времени они дадут свое мнение, но до данного момента они не видят никакого сигнала коррупции. Так что это опять только один из таких популических сигналов из национального объединения, где они просто работают на общество и для того, чтобы не принять этот закон. И мы видим национальное объединение, это не первый раз, когда они это делают, на каждом чтении они просили отложить этот законопроект на неделю. Так что если бы не было решения национального объединения, у нас уже давно был бы закон о Гражданском Союзе. Хорошо, ну, будем надеяться, действительно, что КНАП разобрался, и Сэйм продолжит рассмотрение, и голосование будет еще в этой сессии, как вы и надеетесь. Тогда вернемся к Прайду как таковому, к программе. Да, где можно будет ознакомиться с программой, вот во всех подробностях, если, ну, куда нужно обращаться, чтобы увидеть всю программу, когда что происходит. Программу можно посмотреть в нашем сайте, это rigapride.lv, и тоже можно, люди могут идти в Канепас Културис Центр, там наш информационный центр, и наши волонтеры расскажут про всех мероприятий, которые произойдет. Так что там и есть информация про всех, более чем 40 мероприятий, и, конечно, в нашей страничке в Фейсбуке люди смогут тоже узнать подробную информацию, как произойдет наше главное шествие, это 18 июня, в субботу, марш Рижского Прайда за свободу и тоже концерт за свободу. Напомню, мы беседуем с членом правления общества «Мозаика» и сопредседателем Рижского Прайда Каспарсом Залитасом. 40 мероприятий, глаза разбегаются. На ваш взгляд, что ни в коем случае нельзя пропустить, что особо важно и по какой причине? Ну, одно из самых центральных мероприятий, которые у нас есть, это для большинства общества, это наши разговоры про свободу, и там у нас будет разговор про всякую свободу. У нас свобода мышления, свободы думы, свободы веры, и тоже про свободу Украины. У нас будут тоже люди с Украины, которые будут рассказывать, как они бежали с Донбасса. Так что у нас будут некоторые юморические мероприятия в Канеписку, тоже центр, который произойдет, и сегодня вечером, и в четверг. Есть тоже фильмы, которые люди смогут увидеть, например, фильмы из Франции, Дании. Так что это все эти мероприятия, которые бесплатны. Это самое главное, что мы делаем все, чтобы большинстве всех мероприятий было бесплатно. И самое главное, что мероприятия открыты для всех. Часто люди думают о том, что прайд — это только для ЛГБТ-сообщества, прайд — это для всех. Потому что мы говорим, что это не только ЛГБТ-шествие, но это и есть шествие про права человека. И люди смогут узнать информацию про много всех правов человека. Так что да, это все открыто для всех. И для тех, которые из бизнеса, они, конечно, могут принять участие в нашей бизнес-конференции про права человека. Каспар, невозможно не задать вопрос. Опять же, возвращаясь к тому, что предвыборное время, время предвыборных активностей, готовы ли вы к различным провокациям? И, возможно, в паре слов, как вы готовитесь? Это сотрудничество с муниципальной полицией? Это какая-то частная охрана? Как? Одна из самых главных вещей — то, что прайд не такой уж, как он был до этого. Потому что очень часто мы вспоминаем те люди, которые вспоминают прайд как очень такое провокативное мероприятие. Но в 2018 году, когда последний прайд произошел, как парад произошел в Риге, было только 14 людей, которые были напротив прайда, и нас было 8 тысяч. Так что мы, конечно, работаем вместе с полицией, и полиция делает все, чтобы не было никаких провокаций. Мы, конечно, знаем, что некоторые баллистические партии используют это на своей компании. Но мы очень-очень надеемся, что никаких провокаций не будет. Но мы готовы к всему. Так что я был частью прайда с 2005 года. Так что я видел всякое, что происходило. Но в последние годы прайд — это шествие за права человека без каких-то провокаций. Единственная провокация, которая происходит, — это в интернете. Потому что там люди могут говорить, что они хотят. Но когда надо приходить и разговаривать с друг другом, тогда у никого нет больше силы это делать. Каспар, скажите, пожалуйста, вы затронули разговор по поводу Украины и того, что будут принимать участие очень много беженцев с Украины в ваших мероприятиях. Скажите, насколько Мозаика оказывает помощь, например, или контакты как раз с представителями ЛГБТ-сообществ украинских, которые находят прибежище сейчас в Латвии? Мы помогаем некоторым семьям, которые ЛГБТ-семьи. Опять это женщины, которые могли выехать из Украины. Мы помогаем, как мы можем. Проблемы такие же, как у всех. Это вопрос жилья, вопрос работы и так далее. И мы помогаем этим семьям, как мы можем. Но мы не только помогаем беженцам, людьми, которые приехали в Латвию из Украины, но мы тоже помогаем сообществу и людьми в Украине. Потому что очень большая часть ЛГБТ-общества не выехала никуда из Украины. Большая часть осталась в Украине. Потому что одна часть даже пошла в армию. И то, что мы говорили, мы пригласили наших друзей, наше сообщество, наших активистов. Приезжайте в Ригу, мы поможем. И 90% наших друзей, активистов остались в Украине, остались в Львове, в Киеве, в Харькове. Так что за всё это время, чтобы помочь другим, помочь сообществу и бороться за свою свободу и свободу своей страны. Так что мы помогаем, как мы можем. Шлём вещи, которые мы можем отослать. Мы тоже отослали пару машин, которые помогают ЛГБТ-сообществу везти людей с одного региона Украины в другой. Так что мы каждый день в контакте с нашими людьми в Украине. Каспар, в нашей беседе вы упомянули, что мероприятия Прэда, они, среди прочего, в основном про свободу. И в этой связи, как вы оцениваете степень свободы в Латвии в целом? Не именно, что касается проявления ЛГБТ-вещей, а в целом? Я думаю, что у нас с свободой более-менее всё в порядке. Так что мы, конечно, хотели бы больше. Но если мы посмотрим, какая ситуация в других странах, которые у нас, около нас, у нас очень много свобод. Мы можем, свобода речи, у нас тоже свобода медиа есть. У нас, мы можем голосовать, и наш голос будет считаться. Мы часть НАТО, мы часть Евросоюза. Так что мы очень часто не оцениваем о том, что у нас есть. И мы видим у наших друзей, например, опять же то же самое в Украине. Они видят на данный момент, что такое, если кто-нибудь, агрессор хочет убрать от них свободу. Ну, так мы, конечно, очень свободная страна. В то же самое время есть, конечно, некоторые силы, тоже наши, местные силы, которые хотят отнять кому-то, какое-то из сообщества права. Ну, и у нас есть тоже возможности активизма против этого. То, что мы не можем сказать, например, у нас в других странах, которые у нас в наших соседних странах. Про прайд, когда я спросил про различные провокации, вы сказали, что последний раз 8 тысяч участников шествия против 14 каких-то противников-провокаторов. Степень толерантности латвийского общества в таком случае, я попрошу вас тоже оценить, может быть, в какой-то динамике. Насколько становится толерантнее, спокойнее вот это восприятие? Ситуация становится толерантнее. Общество меняется очень медленно. Так что мы не можем просить нашему обществу, чтобы оно поменялось очень быстро. То и мы видим о том, как люди нас поддерживают. Мы видим, сколько у нас родителей звонят и говорят, что им делать, когда их ребенок вышел из тени. Как мы можем помочь нашим родителям. Есть очень много организаций, которые, не только ЛГБТ-организации, которые хотят участвовать и говорить про этих вопросов. Очень много компаний, которые работают по этим вопросам. И одна из самых главных вещей, это толерантность у нас уже высокая, о том, что люди говорят про это. И говорят, например, и то же самое время вы говорите про это. И как нормальная вещь не то, что это ЛГБТ-люди, это как провокат. Это такая же часть нашего общества, как все другие. Так что я вижу, что ситуация становится намного лучше. И опять мы идем обратно в политику. Есть некоторые политики, которые хотят говорить, что у нас тут ужасная страна насчет прав человека. Или хотят убрать права у кого-то и говорить, что мы консервативные. Конечно, мы не такая страна, как Великобритания, Дания, Германия и так далее. Но мы по-своему, мы Латвия, так что у меня есть очень большой оптимизм нашему обществу. И это прекрасно, и, наверное, это самое главное. Итак, подводим итоги. Время поджимает. Член правления «Мозаика» и сопредседатель Рига Прайд Каспар Залит был с нами, еще пока остается на прямой связи. Сегодня начинаются мероприятия Рижского Прайда, который к нам вернулся через 14 лет именно под этим брендом «Рижский Прайд». Мероприятие около 40 штук. Подробная программа и на странице Facebook Прайда, и вообще на странице Riga Pride LV. Можно выбрать по себе. И, да, не обязательно быть членом сообщества, чтобы пойти и узнать что-то новое, и принять участие в дискуссиях, и насладиться. Самое главное, что они бесплатные. Большинство бесплатных. В общем, ищите, так сказать, и найдете информацию об этом мероприятии. Каннепас-центр, опять-таки, вся информация. Да, все в центре города, центр Прайда Каннепас-центр. Каспар, огромное спасибо. Каспар Залит был с нами. До свидания, хорошего дня. Всего доброго. И удачного мероприятия, конечно же, желаем, чтобы все получилось.